Всем привет! Сегодня мы с вами освоим одну из первых балансовых форм, одну из первых нижних стоек, с которым мы знакомимся в йоге. И это бакасана. Бакасана – поза журавля. Покажу вам сейчас эту форму, как она выглядит. Мы опускаем колени в подмышки, приподнимаем таз, переносим вес тела на руки и выпрямляем руки. Это уже верхняя бакасана, так условно мы разделяем их на верхнюю, на нижнюю бакасана. На нижнюю бакасана чуть проще, тем более новички начинают с нижней бакасаны. И начнем по порядку. Первое, что нам необходимо сделать, это разогреть руки, разогреть ладони. И я вам перед этим и даю вам дополнительный урок, где как раз мы с вами небольшой такой комплекс, который позволит вот здесь разогреть кисти, разогреть руки, чтобы подготовить вас к этой форме. Второе, второе, нам необходимо посмотреть, готовы ли наши запястья, кисти к этой форме. Потому что, смотрите, здесь достаточно, у нас должны быть кисти достаточно хорошо вытянуты. То есть, вот мы с вами их хорошо разогрели в предыдущей форме. И вот здесь мы смотрим, если у нас запястье, вот максимум, что они здесь могут это сделать так, то, упираясь в бакасану, они нас постоянно будут толкать назад. Либо, если мы весь вес вес тела на вот эти запястья вытолкнем вперед, а наши запястья еще к этому не готовы, то мы просто повредим их. И случится травма, и мы откатимся в практике назад. Поэтому, если у нас здесь нет хотя бы прямого угла, вот здесь в запястьях, а только вот здесь меньше угол. То есть, нам нужен прямой угол или больше запястьях на упор. То есть, тогда мы готовы идти к этой форме. Если нет, просто включайте предыдущее видео и практикуйте, укрепляйте и вытягивайте запястье. Третий момент. Третий момент – это ладони. Вот смотрите, таким ладошкам мы не доверяем. Такие ладошки упираться вообще-то не очень-то надежно. Когда мы хорошо растопыриваем пальцы рук, указательный палец смотрит вперед, большой чуть в сторону. И наша задача упираться не на бедные наши вот эти пяточки ладони, да, запястья, и вот нагружать их активно. Наша задача упираться на всю ладонь, всю руку. И прям вот можно как вот кошечки даже так вот их скрепить, сцепить, и чтобы мы упирались на большой палец, на средний палец, на мизинец, и ты хорошо чувствовали эту опору в руках. Окей, то есть вот перевели весь тем. Ну и теперь смотрите, если страшно выполнять эту форму, то, скорее всего, этот страх, он не случайен, что, возможно, просто руки нужно доукрепить. Опять же, отсылка к предыдущему видео. Руки нужно еще чуть больше укрепить, подготовиться к этой форме, и тогда уже этот страх, скорее всего, пройдет. Либо, есть еще такое опасение в этой форме, действительно, в бокас они можно клюнуть вперед носом. То есть, если мы вот так вот чуть-чуть уходим, да, вот, есть вероятность, чтобы упасть, давайте, чтобы мы не травмировали в йоге наш нос, наша задача, можно, точнее, здесь просто постелить подушку. И уже не бояться здесь вот так чуть-чуть идти вперед. Итак, мы помним, да, еще важный момент. Мы ставим руки чуть шире или на ширине плеч, ступни вместе, пятки в стороны. И вот здесь вот у нас наша поверхность, плечо, мы укладываем, легче будет уложить колени вот здесь, ближе к локтю. Если у вас есть возможность позволяет тело, возможности тела сделать выше, упирайтесь коленями выше. И уже продвинутый вариант, это мы укладываем колени в подмышки, в подмышечные впалины, их как бы зажимаем здесь. Кстати говоря, легче делать, если у нас, смотрите, будет ткань соприкасаться с кожей. То есть, вот, в моем случае, это неудачная одежда для выполнения бакасаны, потому что просто одежда по одежде будет скользить. То есть, либо у вас здесь вот, сейчас сниму, вот, такой вариант лучше, да, голые плечи, например, и в леггинсах, или шорты у вас там, в велосипедке, и длинный рукав, кофта. Такой вариант. Так будет удобнее. Итак, помним, хорошо разводим ладошки, указательный палец смотрит вперед, ступни вместе, колени в стороны, локти увели в сторону. И вот здесь, на эту полочку, уложили колени. И здесь, отсюда, мы начинаем приподнимать таз. Мы помним, здесь важно помнить, что бакасаны, это еще и бандхи. Бандхи, это замки. Это значит, что мы делаем мула-бандха. Мула-бандха, это мы подтягиваем мышцы промежности, подтягиваем их вверх. То есть, у нас так получается, что мы не все тело выгрузили на вот это, на эти наши бедные руки и запястья, а на всю ладошку. Наша задача, вот как помните, если тащить там пьяного, расслабленного человека, или если человек к вам запрыгнул, держится за вас, да, и вот так он сгруппировался. Такого человека нести легко. Вот то же самое, на этих руках ваше тело будет легко, если вы сгруппируетесь. Сгруппируетесь в данном случае, это как раз делать мула-бандху, подтянуть мышцы промежности вверх и включить живот. Это значит, что вот мы всем телом, живот активный, и мы как бы подтягиваем корпус вверх. То есть, итак, ладони на ширине плеч, локти в стороны, упираем колени в плечи и приподнимаем здесь таз. Вот смотрите, приподняли таз, можно даже на носочки встать, вот мы стоим на больших пальцах. Все, мы чувствуем вес тела на руках, и побудьте здесь, почувствуйте уже здесь, хорошо, включайте руки, проверьте отстройку, подтяните мышцы промежности вверх, указательный палец смотрит вперед, поджали живот, весь корпус вперед, опустились, отдохнули. Вот, почувствовали вот здесь, доверяете вы своим рукам, не доверяете своим рукам. И следующий подход, также ладошки ставим в пол, колени в сторону, также приподняли таз, вспомнили о замках, и вот здесь приподняли одну ногу, так постояли, приподняли другую ногу, постояли, снова немножко отдохнули. И следующий подход, вот в этих раз, то есть, этих подходов делайте хоть сто, да, чтобы вы уже чувствовали, вот мы чуть переносим вес тела вперед, приподняв одну ногу, вы сами почувствуете, что ноги у вас здесь сами оттолкнулись от пола. Первое время не бойтесь, если вам здесь вот, ну, дискомфортно, неприятно, возможно, даже будут синяки, это ничего страшного, тело достаточно быстро адаптируется, привыкнет к такой нагрузке, да, и ничего страшного, если первое время будет, ну, здесь дискомфорт, это нормально. Вот у меня есть моя хорошая знакомая, она училась на учителе йоги тоже лет шесть назад, в общем, у нее есть синдром отличницы, и вот мы также вместе там практиковали эти отжимания в бакасане, и она так хорошо старалась, что здесь аж содрала кожу. Пожалуйста, без фанатизма делаем, да, но тоже берите отдых, если у вас просто сильно, да, дискомфортно, неприятно натирают здесь руки. Еще такой классный лайфхак, попробовать тоже, если первое время не получается, в общем, упростить эту форму, почувствовать этот баланс на руках. Мы можем взять книги, у меня тут вот я нашла классных журналов, чтобы повыше. То есть мы делаем просто третью точку опоры. Для учеников я иногда делаю так, что я подставляю ладошку под лоб, у нас появляется, помимо того, что у нас опоры на руки, у нас появилась такая еще дополнительная опора на лоб, и тогда просто чуть проще, да, вот эту форму почувствовать, сделать. То есть в данном случае ладошку, упор на ладошку могут заменить книги, какая-то подставка, кубики, кстати, если у вас есть для йоги. Итак, вот здесь мы вот опускаемся на ладони, укладываем лоб, и вот здесь вот на этих трех точках опоры стоим в боках с них. Ну, не увлекайтесь, да, помним, что шея нам для того, чтобы носить 5-7 килограмм головы, а не для того, чтобы все тело, да, упирать на голову, на шею. Итак, мы практикуем, да, просто вот чувствуем, доверяем мы рукам, постепенно вот укрепляем наши мышцы рук, и вы уже там на 10-й, на 20-й раз уже почувствуете, как вы уверен, стали увереннее в своих руках, и можете потихоньку то одну ногу поднимать, то другую. Как мы еще дополнительно, то есть эта форма, как сказал мой учитель однажды, если нет внутреннего света, внутреннего солнца, практикуйте бакасану, а лучше отжимания в бакасане. То есть смотрите, как мы усложняем эту форму, то есть новичковый вариант мы уже с вами поняли, разобрали, как мы усложняем форму, то есть у нас постепенно колени будут подниматься все выше и выше к подмышечным впадинам. То есть и в конечном итоге вот мы здесь укладываем практически в подмышечный впадин, то есть чуть справа, чуть слева, вот, и здесь ступни на себя, от себя, стоим в статике, и так можно минуту стоять, вот сколько стоится, вот можете с собой поиграть, да, увеличивать это время. Ступни на себя, вдох, от себя, выдох. Помним про замки. Ступни на себя, вдох, от себя, выдох. Или, вот как я с вами уже говорила, что такой продвинутый вариант, интересный вариант, горячий вариант, мы с вами делаем 10 для начала. 10 отжиманий в бокасы. Мы опускаемся в бокасы, выпрямляем руки, сжимаем ногами подмышечный впадин, опускаемся вниз, выпрямляем руки, вдох, опускаемся вниз, выдох. Ну, легко, играючи, смеясь, мы помним все это, делаем вдох, выдох, наверх. То есть поначалу это может быть микродвижение, да, не обязательно прям так, хух, вверх, вниз, наверх, вниз. 10 раз. Ну что ж, жду ваших отчетов, присылайте отстройку бокасы.